Продолжаем финансовую тему. Рейтинговое агентство как инструмент психологической войны. В конце этой недели сразу два из них, Standard & Poor's и Fitch, понизили прогноз суверенного рейтинга нашей страны со стабильного на негативный. Сам рейтинг подтвержден на прежнем уровне. Эксперты объясняют свое решение политической неопределенностью вокруг украинского кризиса. Насколько объективна такая оценка, мы обсудим с гостем нашей студии, Станиславом Волковым, руководителем отдела рейтингов кредитных институтов агентства Эксперт РА. Здравствуйте, Станислав Александрович. Скажите, насколько оправданы опасения Standard & Poor's и Fitch, что ситуация на Украине и санкции Запада в отношении Москвы могут серьезно сказаться на кредитоспособности России? С учетом того, что в распоряжении российского правительства есть огромная собственность, которую можно продать и расплатиться с не очень большими нашими долгами. И есть также огромные золотовалютные резервы, которые превышают сумму не только долгов суверенного правительства, но и долгов корпораций российских. С учетом этого, наверное, опасения немножко преувеличены. Я бы сказал так. Ну вот давайте посмотрим. Были сначала экономические санкции, был список фамилий, были какие-то санкции в отношении бизнеса. Затем последовали политические шаги. Это отмена саммитов на высшем уровне и саммит России ЕС и G8. А сейчас получается такой инструмент психологического давления подключен. То есть больше рычагов не осталось? То есть все остальные получаются недостаточно эффективны? Ну я бы сказал, что действия рейтинговых дентств это уже фактически очень похожи на экономические санкции. Потому что мы платим за это более... из-за снижения рейтингов или даже угрозы снижения рейтингов растет стоимость заимствования для российской компании, для российского правительства. И просто мы больше платим процентов по своим долгам. Ну все-таки если говорить о значении этих агентств, ведь они в общем-то влияют на краткосрочные прогнозы по рынку. Это именно элемент психологического давления. Я настаиваю на этом. Ну с учетом того, что нам приходится платить реально больше денег по своим долгам, это не только психологическое давление, но и некоторые потери экономические. Хотя конечно не очень существенные. Ну не очень существенные, но вы все-таки это подтверждаете. Вот авторитет западных рейтинговых агентств, штаб-квартир которых расположен в Вашингтоне, был подорван, если мы вспомним, кризисом 2008 года. И тогда они делали в общем серьезные ошибки в своих прогнозах. Стоит ли сейчас доверять тому, что они говорят? Вот в данной конкретной ситуации, учитывая все события вокруг этой истории. Мое мнение, мое личное мнение, это то, что рейтинги России и до Крымского кризиса, ну или Украинского кризиса, как по-разному называют, были занижены. С учетом того, что наши возможности расплачиваться по своим долгам, они оценены слишком низко. Они оценены на уровне южноевропейских экономик, типа Болгарии, Португалии, Италии, Испании, которые перед тем, как они обратились за помощью Евросоюз, признав то, что они не могут обслуживать свои долги. То есть еще до того, как они это признали, фактически рейтинги были примерно сопоставимы с российскими. И только когда они это признали, рейтинги, конечно, покатились вниз. У нас, конечно, никакой необходимости обращаться к кому-либо для того, чтобы расплатиться с долгами, нет. Потому что мы можем продать и большие куски собственности, и, соответственно, обратиться к заимствованию в Центральный банк. То есть есть очень достаточно масштабные резервы для того, чтобы расплатиться с не очень большими долгами. Ну и тогда вопрос, почему они так опускают этот рейтинг? Они слишком существенный вес в своих оценках придают различным политическим факторам и институциональным факторам. И занижают тем самым роль экономических факторов. Очевидно, объяснение именно такое. То есть вы, в общем-то, подтверждаете, что агентства называют себя независимыми, естественно. Они после этого дают какие-то свои комментарии. Но, тем не менее, они могут действовать по указанию Вашингтона, который недоволен позицией Москвы по Украине и оказывает сейчас давление на Россию. Ну, я так не говорил. Я сказал, что их мнение состоит в том, что политические факторы очень важны. То есть они преувеличивают, на мой взгляд, их значимость. И преуменьшают значимость экономики, экономических факторов. Это их право. Действуют ли они по прямой указке Вашингтона, я не знаю. У меня нет записи телефонных разговоров или чего-то подобного. Но можно говорить, что они действуют предвзято? Они действуют достаточно, слишком жестко по отношению ко многим, так называемым, развивающимся рынкам, ну, куда они Россию тоже относят, и слишком мягко по отношению к группе развивающихся, развитых стран, куда они относятся европейские страны. Вот это можно четко последить. Ну, или это все-таки перестраховка? Вот что это? Возможно, что они, может быть, действительно плохо понимают реальную ситуацию в России. То есть, ну, не секрет, что там многие американцы думают, что у нас там медведи пьяные по улицам ходят во внимку с мужиками, да, с такими же пьяными, да. Может быть, это такое следствие... Это такие люди работают в этих агентствах, в штаб-квартирах, которых находятся в Вашингтоне, и... Нет, я думаю, что прямо такие люди не работают, но вот общая пропаганда, да, общий информационный фон в американской СМИ, если мы посмотрим, он негативный в отношении России. И, конечно, под давлением вот этого информационного фона все люди, все американцы находятся, и в том числе и аналитики агентств, которые принимают решения. Ну и самое время теперь поговорить о той ситуации, которая сейчас развивается в России, в российской экономике. Не будем скрывать, есть определенные риски, но насколько они серьезны с объективной точки зрения? Нам, как нам и обещал Обама, нам придется заплатить за крымский кризис, то есть и будет более высокая стоимость заимствования, и, в принципе, доступность заимствования для российской компании снизится. То есть от многих проектов, информационных проектов, возможно, придется отказаться. А это значит, что мы потеряем деньги, то есть мы не заработаем дополнительные деньги. Пока оценить вот, так сказать, в реальных цифрах, да, масштаб потерь сложно. То есть сейчас над нами фактически висит некая угроза санкций, да, и уже угроза, она приводит к потерям. У меня есть понимание, что реально существенных санкций экономического характера не будет, но уже сама угроза, она, к сожалению, приносит нам потери. Ну, вы же понимаете, что все эти санкции, они еще и обернутся экономическими потерями для тех стран, которые вводят эти санкции. Да-да-да, именно поэтому реальных санкций не будет, а вот угроза будет висеть. Европейские страны и страны-участницы группы БРИК уже заявляли о намерении создать свои собственные рейтинговые агентства. Вот это перспективная идея, с вашей точки зрения? Я думаю, что если Евросоюз хочет быть более-менее самостоятельной единицей в глобальной геополитике, то это движение в правильном направлении. Какие шаги нам нужно предпринять в первую очередь для этого? Ну, на самом деле, наверное, нужно для начала уравнять, выровнять регулирование в части использования рейтингов российских и международных агентств. А что сейчас мешает этому? Ну, сейчас есть определенные изъятия, да, где есть документы, где используется исключительно рейтинг международных агентств в регулировании. То есть рейтинги российских агентств там, в принципе, не упомянуты. Это речь, например, о правилах включения в так называемый ломбарный список ЦБ, то есть список ценных бумаг, которые ЦБ принимает при выдаче залогов кредитов своих. Ну, вот что нам нужно сделать, чтобы с мнением, соответственно, другого агентства, которое будет создано, тоже считались? Ну, фактически уравнять для начала в российском его регулировании, набрав, так сказать, опыт и компетенции, и, так сказать, финансовую мощь на российском рынке, вот это российское агентство, оно сможет выходить и на внешние рынки, зарабатывать уже международный авторитет, и таким образом будет создано реально российское международное агентство. Ну, я могу уже сказать, что российское агентство «Эксперт-РА» уже фактически делает первые шаги в этом направлении без особой помощи стороны правительства, правда. Спасибо. С гостем нашей студии Станиславом Волковым, руководителем отдела рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт-РА». Мы обсудили решение стендарт-энд-пурса и фич понизить прогноз по суверенному рейтингу России.